Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Директор Рижской классической гимназии Роман Альев у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, такое непростое время, фактически непредсказуемое. Может быть, несколько слов о вашем опыте, поскольку, ну, понятно, что то полугодие предыдущего учебного года пришлось провести на удалении. Вы тогда тоже приходили, делились своим опытом. Сейчас новый этап очного обучения, наверное, для учащихся, по крайней мере, младших классов. Это очень важно. Это счастливые дни, Абек, потому что, когда ты по-другому оцениваешь то, что, казалось бы, абсолютно буднично, абсолютно для всех как бы очевидно и доступно, то ценишь, когда этого нет, по-другому. Поэтому, конечно, это действительно счастье и для учеников, для учителей работать в классе, работать, как говорят, очно, а не заочно, не удаленно. Это большое благо. Но, видите, жизнь и ситуация с COVID-19 вносят свои страшные вот эти коррективы. Страшные в чем? В том, что вот такое обычное течение дел, обычная жизнь, она немножко как бы корректируется, меняется, перестраивается. То есть всем приходится с этим считаться. Приходится считаться и, естественно, учителям, потому что, как вы все слышали, учителя находятся в зоне риска в большей степени, чем, может быть, другие профессии, потому что, к сожалению, не всегда получают информацию о том, кто, значит, или болеет, или был в контакте с теми, кто болеет, или, ну, в общем-то, родители не информируют о том, что они, вернее, не информируют. Почему? Потому что они, в общем-то, посетив какую-то страну, вернувшись, они не оказались, не остались на самоизоляции. И поэтому, как бы, тоже здесь, ну, не совсем честно поступили по отношению, прежде всего, к себе, конечно, но и к другим. Поэтому, конечно, вот учителя под домокловым мечом. Безусловно, необходимо сейчас, конечно же, и регулировать даже возможности такого сотрудничества и встреч самих учителей. Мы все понимаем, что сегодня невозможно не сотрудничать, потому что новый учебный процесс, новые подходы, он диктует, чтобы планирование происходило совместно. Учителями, которые в этом классе работают, знают этих конкретных учеников, их потребности, их возможности, их проблемы, сложности восприятия учебного материала. То есть, каким образом создавать такие кластеры заданий, которые действительно доходили бы до цели конкретных, доходили бы до конкретных учеников. До цели в том смысле, чтобы они действительно воспринимали этот материал, работали с этим материалом. И абсолютно неважно, на каком уровне у них получается, но на индивидуальном уровне. Для того, чтобы это происходило, мы иногда путаем. Мы говорим, что надо, чтобы каждый мог уметь на своем уровне. Но этот свой уровень тоже подразумевает не просто, так сказать, вот уровень этого ученика Y, у него, так сказать, стопроцентное решение предлагаемых заданий. Там и повышенной сложности, и творческих, и нестандартных. А ученик Z, у него, так сказать, вот его уровень почему-то определяется тем, что он просто получает это задание, ничего не выполняет, ничего не делает, проводит время. Но это заблуждение, потому что это не уровень, а это, так сказать, не участие и невозможность воспринимать это задание на индивидуальном уровне. Когда он часть этого задания умеет реконструировать, то есть умеет посмотреть, что это означает, и начать с этим работать, и выйти на какой-то вот этот свой уровень, он, может быть, не решит правильно это задание. Ну, хотя бы начать и размышлять. У него будет свое размышление, своя дорожка, свой, так сказать, свой вариант, своя версия, с которой потом можно учителю тоже работать, потому что он может посмотреть, что не получается, и где здесь возможно помощь. Вот это и есть то счастье, о котором я говорил, когда и ученик, и учитель могут в такой вот обычной системе образования, когда все находятся в классе или в учебном блоке, в учебном заведении, в школе, проще говоря, могут встречаться для того, чтобы вот эти вот вещи видеть, понимать, оговаривать, рассуждать. Я не знаю на это, потому что, по крайней мере, ну, ваша гимназия, почему говорю, потому что, если взять, наверное, среднестатистическое учителя, фамилии, естественно, мы не называем вообще, ведь, ну, учитель думает так, как раньше, пока они имеют такое стереотипное мышление, ага, вот задание сделано верно или неверно, и вот эти вот размышления, вот как там ученик пытался дойти до этого верного ответа, ну, хорошо, не получилось. Это самое важное. Вот это самое важное, но иногда это остается, скажем так, незамеченным и неоцененным, потому что учитель смотрит, у вас тебе ответ неверный, ну, условно говоря, неудовлетворительный. Это самое важное, вот это твоя индивидуальная, индивидуальный путь, траектория, вот твоего вот этого восприятия и проникновения в этот материал. Учителей гимназии, да. Учитель находить свои варианты моделирования ситуации, вот этой реконструкции, исходя из тех данных, которые в заданиях даны. Поэтому очень важны в этих образовательных проектах, очень важны, конечно же, такие комплексные задачи, которые связаны и с одним предметом, и с другим, ну, например, математика и физика, и химия, и там, истории, социальными знаниями, политологией и технологиями, да. А вот новый корпус, вы мне напомнили, очень важный, заработал ли? Заработал, он сейчас насыщается нашими материалами, идеями и, конечно же, вот этими технологиями, то, что называется дигитализация учебного процесса. И это всё очень важно как раз-таки в контексте ситуации с пандемией, потому что это, конечно же, помогает готовиться к совершенно иным подходам и заданиям, которые необходимы для удалённого обучения. То есть, в принципе, вы готовитесь к тому, что, может быть, и опять время че? Да, и несколько дней в течение недели, двух недель, у нас нет такого, что всю неделю, но один или два дня классы после шестого, начиная уже, они находятся на удалённом обучении и работают онлайн, работают с помощью платформ с разнообразных, который был тогда, это и Moodle, это и платформа, в которой мы уже, так сказать, поднаторели, мы уже имеем большой опыт, Discord, который известен всем ученикам и понятен, поэтому здесь больше у них возможности даже пользования. Но, в принципе, это, конечно, те компьютерные навыки, технологические навыки, которые сегодня необходимы молодым людям. Но это ведь и как бы даёт такую, не знаю, долю дополнительного креатива и для учителей, потому что уже, как я понимаю, что когда есть дистанционное обучение удалённое, уже там, не знаю, все руки на стол, ручки убрали, мобильники убрали, ну, как контрольное, да, пишем. Это уже понятно, что это не действует, и надо действительно как бы не заставлять, а побуждать школьников мыслить, да, а не просто проверять, где у них там шпаргалка спрятана. Конечно, не вставьте нужное слово в предложение, да, это всё уже настолько устарело. Ну, естественно, что меняется парадигма и меняются подходы, но и учитель тоже должен меняться. И, к сожалению, это такой серьёзный вызов для учительства. Вы понимаете, что это требует совершенно другой отдачи и напряжения в работе, и профессионального просто... Намного сложнее. Можно думать, подумаешь, из дома. Намного сложнее, но и я думаю, что, наверное, не всякий готов, поэтому мы и вот всё-таки видим проблемы, испытываем эти проблемы в плане подготовки новых учительских кадров, новых учителей, молодых учителей. А пришли новые кадры у вас, первого сентября, да? Да-да-да, пришли, приходят и интересуются. Мы очень счастливы, потому что обретаем каждый год в качестве учителей своих выпускников. Которые уже закончили вуз и приходят, да? Которые закончили вот совсем недавно, и те, которые закончили лет 10-15 назад. И возвращаются уже в школу, да? И они тоже делают шаг навстречу гимназии, идут в профессию. Это вас в принципе радует, да? Используют и вот этот замечательный ресурс Multispecs, да? Это, значит, программа, которая за один год даёт возможность подготовиться и получить профессию педагога, являясь уже человеком со своей специальностью, своим высшим образованием. И вот эти люди, они работают и в нашей гимназии, и в других школах. Я думаю, что это большой шаг вперёд. Но надо это всё, мне кажется, укреплять. Почему? Потому что в каждом месте своя специфика. В Лепой одна, в Риге другая, Валакс на третья. Поэтому я считаю, что Новая Рижская Дума должна продумать вот эту систему привлечения новых учителей, молодых учителей, которые получают профессиональное образование в высшей школе, в университетах. И, конечно же, им нужны определённые бонусы, определённые преференции для того, чтобы они приходили и, в общем-то, чтобы они хотели окунуться в эту профессию, попробовать себя в этой профессии и начать работать. Я думаю, что здесь очень важно, чтобы наше самоуправление и департамент образования решали вопросы оптимизации школ города для того, чтобы концентрировать и ресурсы, в том числе и кадровые, педагогические, и при этом, безусловно же, создавать возможность в этой профессии быть и востребованным, и в то же время, чтобы эта профессия была обеспеченной, обеспеченной и финансово, и в качестве условий работы, и, безусловно, какими-то дополнительными преференциями, бонусами, которые город с удовольствием, скажем, предлагает для молодых учителей для того, чтобы вот здесь решить вопросы кадров. Ну и, конечно, чтобы учитель, приходя в класс, наверное, не думал о том, а вообще хватит у него денег потянуть до заработной платы, до следующей, и не или нет. Вы знаете, иногда условия работы важнее, чем, в принципе, конечная сумма денег. Это само собой, да. Условия работы, не только я имею в виду творческие условия, или возможность какого-то личностного роста, самовыражения, но еще и чтобы техника была. Ведь это самоуправление должно обеспечить возможность учителям работать качественно, работать с новыми компьютерами, новыми программами. Они сами учителя должны покупать на всю зарплату. К сожалению, ведь мы увидели во время недавнего удаленного обучения, что у большинства учителей дома техника достаточно уже устарелая, достаточно уже, так сказать, поношенная, поработавшая, но не могут они позволить себе каждый год покупать новый компьютер, новый компьютер, новый ноутбук, новый планшет или что-то еще. Но на работе у них должны эти условия быть. И я считаю, что в этом мы все очень заинтересованы. Да. Вот, может быть, перед перерывом еще такой вопрос. Все-таки, я думаю, многие наши радиосуществы помнят, что Рижская классическая гимназия получила статус государственный. Что это поменяло, что это изменило? Не знаю, для учащихся, может быть, какие-то дополнительные требования для учителей? Вы знаете, конечно же, это и отношение к тому, что ты делаешь в профессии. Для нас, учителей, очень важно. Наша ответственность, она более индивидуальная сегодня, потому что этот статус государственный, он предполагает и твое вот такое непосредственное участие в том, чтобы образование твоих учеников было на высоком, на качественном уровне. Планку надо держать. И планку надо держать, и отношение должно быть немножко, скажем, более вот таким личностным, что ли, к успехам, к задачам, к целям. Но при этом еще очень важно, чтобы сохранялись наши традиции, дух классической гимназии, который, так сказать, ну, все-таки нами, мы пытаемся сохранять, пытаемся, чтобы и наши литературные балы проходили, и проходила наша... То есть, такие традиционные предприятия. ...эстрофета, таких научно-исследовательских работ, и в этом был бы свой такой вкус у детей, чтобы им это нравилось, ученикам, вот это творческое начало, потому что наша основная программа, она называется «Творческий универсум». Это вот такой вот огромный мир, огромный космос твоего собственного творчества. Это неважно, ты гуманитарий или больше технар. Но оно должно проявляться. Должны быть условия, чтобы оно могло проявляться у любого ребенка, который учится. Роман Алиев, у нас в студии. Привемся буквально на пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем работу прямого эфира. Директор риск классической гимназии Роман Алиев у нас в студии. И так, чтобы эту школьную тему, может быть, закончить, еще такой вопрос. Во многих школах, это, наверное, так, я не знаю, модно, или, по крайней мере, так думает администрация школ, что это востребовано. Старший класс с 10 по 12 уже идет такая определенная специализация. Там гуманитарные классы, физматы, химбио и так далее. И вот, когда говоришь со многими учащимися этих школ, они говорят, что, ну, вроде даже и не чувствуется, что я выбрал это направление. Ну, хорошо, не знаю, у меня раз в математическом классе, на один урок, там, не знаю, математики, там, больше. То ли самое химбио, то ли самое гуманитарный. И создается ощущение, что это такое какое-то искусственное разделение. Может, это и правильно. Или вы считаете, что раз вот человек уже чувствует, что он дальше пойдет, не знаю, как гуманитарий в УЗ, или пойдет как технарь, надо все-таки более усиленную специализацию делать на эти последние три года? Вы знаете, последние три года и, может быть, еще раньше должна быть возможность у ученика пробовать свои силы, пробовать свои возможности и пробовать на практике свой интерес. Поэтому вот эти углубленные курсы, они, конечно, позволяют, вот с удовольствием ли ты ныряешь в этот материал, в это содержание, с интересом ли происходят твои познавательные экскурсы в какие-то темы. Потому что сегодня, в принципе, эти углубленные курсы, они должны быть соориентированы в целостности на какую-то ближайшую перспективу. А кем же ты себя видишь? Медиком, врачом ли, фармацевтом ли? Или ты видишь себя инженером строительным, инженером-конструктором, архитектором? Или ты видишь себя связанным как раз-таки с IT-технологиями? Или, может быть, ты видишь себя с медийным пространством в этой профессии, медийной, журналистика, коммуникации? То есть ты себя должен увидеть вот в этой ближней перспективе и свою образовательную траекторию. Зачем ты это сейчас делаешь? Во что-то ты углубляешься? А для чего? А с чем это связано? А какие следующие шаги? И если здесь мы не сотрудничаем с учениками и не анализируем вместе, то есть, во-первых, школа, учитель должны давать эти возможности для того, чтобы анализировалась ситуация. Конечно же, очень важно, чтобы почувствовали сами ученики, что им ближе. Конечно, поэтому нужно давать возможность что-то продумать, передумать, может быть, поменять программу. Но, во всяком случае, важно, чем раньше, тем лучше себя увидеть в какой-то профессии. И тогда, наверное, будет легче уже после 12 класса. Тогда легче выбрать свой университет, выбрать свою студию, где ты будешь получать бакалаврское, бакалаврское или магистрское потом образование. То есть, или образование профессиональное. Поэтому нужно себя пробовать, себя проверять на каком-то материале. Завершая такую образовательную тему, не могу не спросить, как вам удается, все-таки это действительно одна из самых больших, а может быть, и самая большая школа Латвии, почти 2000 учеников. Самая большая. Самая большая, почти 2000 учеников. Как удается, не хочется сказать, развести эти потоки, но вот такую эпидемиологическую безопасность обеспечить? Потому что я понимаю, что в школу, где учатся 300-400 человек, а здание рассчитано на тысячу с чем-то, наверное, это легче сделать. Как вот вы? Я думаю, везде сложнее, везде нелегко, потому что ведь здания, они не приспособлены к тому, чтобы вот как-то расходиться не очень контактированно. Не совсем широкие, большие коридорчики, не совсем огромные, те же столовые, актовые залы, спортивные залы, помещения учебные. К сожалению, это все есть, но главная организация учебного процесса, она по-другому должна происходить. У нас проходит все большими блоками, ученики могут в целом 6 уроков в одном месте изучать историю, или там 6 уроков изучать математику, или физику. Это большие блоки каждого учебного дня, и это означает меньше передвижения, это означает концентрация на одном материале, на одном предмете. Это фокусировка такая большая на какой-то теме, каких-то определенных заданиях. Ребенку не надо, вот так сказать, скакать с одного предмета на другой. Да, с этим парфелем. Не надо скакать, так сказать, по темам разных предметов. И вот эта вот концентрация, она позволяет, конечно же, и избежать как можно больше вот этих контактов и лишних столкновений. Само собой, это требует другой совершенно организации самой вот такой учебной жизни. Но мы к этому почему были готовы, потому что у нас давно используется модульно-блочная технология, когда в больших модулях, которые мы выстраиваем образовательных, мы создавали большие блоки учебной организации, учебного процесса. И в этих блоках, конечно же, можно было и углубляться, и можно было концентрироваться, и, конечно же, этому надо тоже учиться. Но вот этот опыт важен, поэтому мы, в принципе, могли бы порекомендовать это и другим школам в Латвии. Да, вот не могу вас не спросить, все-таки вы представляете азербайджанскую диаспору в Латвии, наверное, она здесь не очень многочисленная, но... Ну, около трех тысяч община. Ну, в принципе, тоже неплохо. И, наверное, не может быть так, чтобы вы не следили за той ситуацией напряженной, фактически, военной конфликт, которая происходит вокруг Наговного Карабаха. Вот какова ваша позиция? Я понимаю, что, может быть, с одной стороны далеко, а с другой стороны, может быть, на расстоянии видится как-то лучше. Ясно, что вы тоже, наверное, переживаете. Я родился в Латвии, в Риге, и по линии своего отца, по корням я азербайджанец, и всегда ощущал себя азербайджанцем. Ну, фамилия тоже обязывает. Да, обязывает, да. Естественно. Хотя вы не отцуник президента, наверное, да? Нет, но, может быть... А, может быть, да. Но дело не в этом. Дело в том, что это не конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Это решение того вопроса, который более 27 лет не решается. А это вопрос, который абсолютно однозначно понимает весь мир. Возвращение оккупированных территорий, своих территорий, которые оккупированы незаконно, которые удерживаются незаконно. И это не вот та маленькая Нагорно-Карабахская область, а это огромные территории, занимающие 20% территории Азербайджана, которые сконцентрированы вокруг Нагорного Карабаха. Семь районов азербайджанских, которые всегда были населены азербайджанцами. Да, и здесь мы, так сказать, видим, что именно из вот этого огромного территориального объединения региона... Потому что Нагорно-Карабахская автономная область, будем честными, это искусственное вычленение небольшой горной территории из целостного исторического экономического региона Карабаха. Карабаха – это черный, большой, Бах – это сад. Это по-азербайджанскому. Так азербайджанцы назвали этот регион тысячелетиями, так он назывался. Во всех исторических сведениях это известно по всем, так сказать, и арабским авторам, и римским авторам и так далее. Известно о том, что там находилась когда-то государство Кавказская Албания, и это было самостоятельно. Азербайджан является преемницей этого древнего государства Кавказской Албании на этой же территории. До середины XIX века существовали албанские церкви, и это христианская религия, албанская церковь. И пока сенот Российской империи не передал албанскую церковь со всем своим имуществом, со всеми своими землями и территориями армяно-грегорианской церкви. Почему это делал сенот? Почему так происходило в Российской империи? Потому что Российская империя создавала такой вот христианский буфер на тех территориях, которые были получены от Персии в результате мирных соглашений после российско-персидских войн и так далее. Почему это важно для России сегодня, мы тоже понимаем, в Армении находятся российские базы. Но дело даже не в этом, а в том, что вот этот большой регион, который имеет Нагорную часть, Предгорную часть и Равнинную часть, все называется Карабахом. И никогда там, так сказать, не было такого административного разделения на какие-то кусочки этого Карабаха. В этом правда. В этом правда. И мы если посмотрим, кто правили этими регионами, то мы увидим, а перед тем, как туда пришла Российская империя, это было Карабахское ханство. Карабахское ханство никак не являлось ни армянским, ни протоармянским, никаким другим. Это Карабахское ханство с азербайджанского означает феодальное владение, феодальное государство, которым управляли карабахские, вот знать карабахские ханы, которые являлись правителями, естественно, азербайджанцами и проживали там в основном азербайджанцы. Теперь, что касается сегодняшней ситуации, то мы понимаем, что эта ситуация связана с тем, что мы посмотрим, проанализируем и увидим, что в июле, уже 12 июля, на границе с Азербайджаном в районе Тавусского района, со стороны Армении, была совершена провокация. Потом, где-то в 20-х числах сентября произошло тоже опять проникновение на азербайджанскую территорию, диверсионная со стороны Армении. И мы увидим, что много раз Азербайджан предупреждал о том, что закончите, пожалуйста, свои провокации, потому что если вопрос возврата оккупированных территорий не решается, если минская группа затрудняется с этим решением, тормозит это решение, если невозможно мирным путем договориться, то будут военные действия. Так оно и случилось, но в ответ на многие многочисленные провокации, потому что эти провокации всегда были связаны с тем, чтобы, в общем-то, ну, где-то щелкнуть по носу Азербайджан, показать, что вы здесь, так сказать, никогда сюда не вернетесь, да, и не важно, что это ваши территории. И это все азербайджанский народ видел, слышал и знает, и, естественно, руководство Азербайджана. Поэтому, конечно, очень важно вернуть свои территории, и для азербайджанцев эта война происходит на их собственной территории, на своей территории. Да, и если оккупационные войска не будут выведены с этой территории, то этот конфликт, этот вот огонь невозможно погасить. Значит ли это, что вот эти международные усилия или международные посредники, в том числе упомянутые вами Минская группа ОБСЕ, но она оказалась как бы неэффективным? Или они видели просто, может быть, свою задачу в том, чтобы этот конфликт заморозить, ну, чтобы было перемирие временное, и они считали, что это максимум, что возможно сделать в этих условиях? К сожалению, принципы, которые были приняты для решения этого конфликта, мадридские принципы, обновленные мадридские принципы, затем те договоренности, которые были на столе в Казани, Казанские договоренности, предложения по договору, они все как бы блокировались, да, и со стороны Армении, в общем-то, не принимались. Потому что Армения все время выдвигала свои собственные условия, которые не были оговорены в рамках той же Минской группы и не были прописаны ни в каких принципах. Сегодня всем ясно и понятно, что в течение 27 лет замороженное состояние этого конфликта и невозможность его решения мирным путем привела к тому, что ведутся военные действия. Естественно, Азербайджан освобождает свои собственные земли, свои собственные территории. Для чего? Для того, чтобы туда вернулись, может быть, уже даже не все дожили до сегодняшнего дня, те, кто был вычищен с этих территорий. Эти этнические чистки происходили очень жестоко, но более 800 тысяч азербайджанцев были вычищены с этих территорий из Карабаха. Они проживали во всех этих районах. То есть они ушли ни с чем, да? Они ушли не только ни с чем, они босиком уходили, они уходили как могли, но не все смогли уйти. Мы знаем город Хаджалы, известен во всем мире, в Карабахе, который был стерт с лица земли, и более 600-660 женщин, стариков, детей были уничтожены. Просто уничтожены, это мирные жители этого города, небольшого городка, они были уничтожены, убиты. Эти кадры снимались, это показывалось. И бывший президент Армении Серкисян хвастался и говорил о том, что до Хаджалы мир не знал о том, что мы можем такое совершать, убивать этих мирных жителей, но мы смогли. То есть это речь о том, что на этих территориях проводился геноцид против мирных азербайджанских жителей. Так вот, эти 800 тысяч, они оказались на территории Азербайджана, где, естественно, столкнулись с большими проблемами. Как жить, на какие средства. Где жить вообще? Конечно, программа государственная помогала со строительством жилья и все прочее, но условия были чудовищные, очень тяжелые. Вот это все выдержала сторона Азербайджана. И сейчас речь о том, чтобы эти жители, их потомки, дети, внуки, вернулись на эти территории, вернулись в свои дома. Может быть, не все дома сохранились, естественно, и так далее, но вернулись на свои руины. Если руины, но на свои, на свои территории. Естественно, что мы не мечтаем даже о том, чтобы те, кто проживали на территории Армении, тоже вернулись в свои дома. А вы знаете, что более 270 тысяч азербайджанцев, которые исторически проживали в Армении? Есть такая область, в Армении называется озеро Сиван, по-азербайджански это озеро Гёйча. И азербайджанцы проживали всегда, там исторические тысячелетия, в составе, опять же, разных империй и азербайджанских ханс. Но не в этом дело, они тоже были оттуда зачищены. Эти этнические чистки происходили, к сожалению, вот в период, когда гремела перестройка, и мы все знаем об этом. С конца 80-х. Это 87-й год, да, правления Горбачёва. И, естественно, что это позволено было сделать. Азербайджанцы бежали оттуда, бежали, вынуждены были бежать под дулом автоматов, бандитских формирований. Это всё происходило в реальном времени тогда. Переходили границу, бежали и к своим родственникам, кто куда. И, естественно, что слишком много выпало на долю Азербайджана. Я думаю, что сегодня азербайджанцы воспринимают это как справедливую войну за освобождение своего отечества от врага. То есть это такой общий консенсус азербайджанцев? Безусловно. И, в принципе, все политические силы это поддерживают, да, как вы думаете? Во-первых, это международное право. Международное право позволяет, в общем-то, и Европе, хельсинские соглашения позволяют и Европе сохраняться в своих границах, в своих пределах. Поэтому это чрезвычайно важно. Международные нормы, международное право. Четыре резолюции ОБСЕ. ООН, точнее. Советы безопасности. Советы безопасности, извините, ООН. Которые не выполнялись и никакого вывода оккупационных войск не происходило. Вот здесь, так сказать, есть вот этот международный контекст, который позволяет всем признавать и Латвии, и министру обороны Пабриксу, и депутата Европарламента госпожа Калнете говорить о том, что оккупированные территории должны быть освобождены. И это и справедливо, и законно. Может, такой последний вопрос. Наверное, его, конечно, больше нужно задавать политикам. Но все-таки, на ваш взгляд, возможно ли какое-то в этом контексте, не знаю, потом мирные переговоры, пускай там на каких-то условиях? Безусловно. Потому, что в любом случае гибнут люди и на той, и на другой стороне. Безусловно, мирные переговоры необходимы. Но до мирных переговоров должны происходить какие-то конкретные шаги и конкретные действия. И должны быть заявления о том, что армянская сторона должна заявить, наверное, о готовности вывести свои войска для того, чтобы приступить к каким-то мирным договоренностям и предложениям. Но, к сожалению, сегодня нарушается Женевская конвенция, 49-я, по-моему, статья, которая говорит о том, что нельзя обстреливать гражданские объекты, которые находятся вне ведения военных действий. Сегодня обстреливаются десятки городов Азербайджана, которые находятся вне оккупированной территории. По-моему, даже второй помещение город Азербайджана. Второй помещение город Гянджа. На Абширон были сброшены ракеты. Город Барда, который старинный, стариннейший город, известный тоже своей древней историей. Это когда-то была и столица Кавказской Албании, в том числе, был подвержен тоже обстрелу. И в центр города попала ракета. И рядом со школой номер 5 города Барды, я знаю почему, потому что там живут и наши родственники. И мы знаем о том, что там случилось. Школа была, естественно, разрушена. Вот та часть, которая выходила на то место, где ударила эта ракета. Понимаете, 5 человек погибло. В целом 30 мирных жителей на сегодняшний день погибли от этих взрывов. И около 147 раненых. То есть, это, естественно, говорит о той необходимости завершения кровавого конфликта. Для того, чтобы он был завершен. И я думаю, что справедливо соглашаясь с Азербайджаном, что он освобождает свои территории, оккупационные войска должны быть выведены с этой территории, которая по праву, по международному праву, принадлежит Азербайджану. Роман Алиев у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо.